SCP-1222. Коробка стазиса. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1222 содержится в запертом контейнере из прочного пластика размерами 60х60х60 см с пенопластовой прокладкой, удерживающей объект в неподвижном состоянии. Контейнер хранится в ячейке секречно-складского крыла зоны 4. В случае повреждения контейнера следует обратиться к администрации для его замены. В исследованиях объекта могут принимать участие сотрудники с уровнем допуска, начиная с первого. В отсутствии исследований, один раз в год внутренняя поверхность SCP-1222 обрабатывается льняным маслом в целях сохранения объекта. Такая же обработка производится по завершении каждого опыта. Описание. SCP-1222 представляет собой бамбуковую коробку размерами 7х10х10 см, украшенную бисером и ракушками. Крышка коробки прикреплена на сплетённый из пальмовых листьев нити. Аномальный эффект объекта проявляется в отношении человека, который возьмёт его обеими руками и посмотрит на дно. Такой человек, далее SCP-1222-1, мгновенно входит в состояние стазиса, в котором невозможно изменить его позу или нанести повреждения его телу никаким средствами, доступными фонду на сегодняшний день. SCP-1222-1 не проявляет признаков жизни, дыхания, сердцебиения, мозговая активность и может оставаться в таком состоянии сколько угодно долго. Стазис прекращается только при контакте SCP-1222-1 с кожей живого человека. Извлечение объекта из рук SCP-1222-1 или преграждение прямой видимости дна объекта не приводит к превращению стазиса. Одновременно может существовать не более одного SCP-1222-1. Все попытки воздействия на нескольких субъектов не удались. При прикосновении к SCP-1222-1 во время стазиса через латексную перчатку его тело кажется неестественно жестким и неподатливым. На ощупь исследователи проводили аналогичные аналогии с камнем или металлом. Этот эффект также распространяется на волосы, но одежду не затрагивает. Выдержка из протоколов исследований SCP-1222-1 Опыт SCP-1222-1 Процедура SCP-1222-1 Нанесено 32 удара по голове металлическим прутом Результат SCP-1222-1 Не поврежден Прут деформирован Опыт Т-14 Процедура Выстрел из револьвера 38-го калибра Результат Пуля попала в правую мочку уха субъекта и расплющилась SCP-1222-1 упал Опыт SCP-1222-2 Процедура Выстрел из винтовки AR-10 Патроном 7-62 на 51 НАТО Результат Пуля разбилась И о плавное правое предлече субъекта SCP-1222-1 Упал Опыт Т-30 Процедура Удар кухонным ножом длиной 30 см Результат Нож отскочил Опыт Т-31 Процедура Удар кухонным ножом длиной 30 см Результат Нож сломался Опыт Т-50 Результат Процедура Спина SCP-1222-1 Облита Гекс Втором антимонатом водорода Результат Кислота стекла субъекта Им стеклась поддон Не причинив повреждений Опыт Т-53 Процедура Частичное погружение в Гекс Втором антимонат водорода Результат Субъект был проинструктирован Держать SCP-1222 над головой В ходе помещения В стадис После этого субъект был погружен В стеклянную емкость Высотой 2 метра Наполовину заполненную Гекс Сам Втором антимонатом водорода Были предприняты меры Безопасности для предотвращения Повреждения SCP-1222 Субъект находился в емкости В течение двух недель Во время которых никаких повреждений Не получил По прошествии этого времени Субъект был извлечен Подвергнут чистке И выведен из стазиса Однако ввиду накопления кислоты И в парах кожи И полостях нижней части тела После пробуждения Получил несовместимые с жизнью травмы Опыт Т-63 Процедура Субъект облит небольшим количеством бензина И подожжен Результат Обработанный участок тела Почернел от сажи Но никаких видимых повреждений Получено не было Примечания Дальнейшие опыты с веществами Способные причинить вред коробке Допускаются только под наблюдением Спасательной команды И с одобрением сотрудников С уровнем допуска не ниже третьего Это не выпад в сторону Кого-либо из исследователей И имеет своей целью Лишь уберечь объект Опыт Т-68 Процедура Удар кулаком Результат Подопытный нанесен удар кулаком В боксерской перчатке А затем без перчатки Удар в перчатке Привел лишь к Опрокидыванию подопытного Удар без перчатки Привел к Мгновенному Пробуждению подопытного Который закричал от удивления Когда наносившего удар сотрудника Класса Д Попросили Описать его ощущения При прикосновении Он ответил Как будто пробил рукой бумагу И сразу же попал в тело Отчет об обнаружении SCP-1222 был обнаружен В деревне Засекречна Остров Ниас Регион Суматра, Индонезия 18 ноября 1984 года Спасательная команда Обнаружила под обломками Обрушившуюся дома Камеру В центре которой На полу Сидела на коленях Женщина Европеоидной внешности Держая SCP-1222 в руках Выдержка из рапорта Спасательной команды 1984 год Первоначально мы Предприняли поиск Выживших непосредственно Под обломками Жители дома Мать-одиночка И ее трое детей Один младенческого возраста Погибли при обрушении дома Сосед сообщил, что С ними жила также Двоюродная сестра Хозяйки Находившаяся на ее Попечении Ввиду инвалидности И выразил Обеспокоенность Ее состояние Обследовав и разобрав Завалы Мы нашли Яму в углу Спальни Спускающуюся на два метра вниз И открывающуюся В небольшой погреб Спустившийся сотрудник Крикнул Что внизу Молится Женщина И что она находится В состоянии шока Когда он Прикоснулся К ней Чтобы попросить Сопроводить наверх Она начала кричать На языке Которые мы Не поняли И продолжала кричать Когда ее Вывели наружу На ее теле Не было ни единой царапины Но она была Одета В очень старую И ветхую одежду И вся покрыта Толстым слоем пыли Женщина успокоилась После того Как мы Обездвижили ее И отправили В пункт Первой помощи Все члены Спасательной группы Обработаны Легкими Амнезиаками Субъект сообщила Что ее имя Засекречено И что Родилась На Она 4 июня 1800 Засекречено Года Агенты Изъяли Из ее Медпункта И доставили В зону 4 Вместе с SCP 1222 Субъект Хорошо Владеет Голландским Времен 1800 По поводу SCP 1222 Она сообщила Что после того Как ее отец Данной удалены Она нашла Объект Среди пепла Недалеко от того Места в деревне Где была Обнаружена Субъект Доставлено В зону 3 В качестве Сотрудника Класса Д Приложение Запланированы Опыты С использованием Радиоактивного Облучения И разрушительных Бактерий На Наномашин А также SCP Секречено Засекречено 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 И засекречено Опыты С объектами Класса Кетер Отклонены В связи С возможностью Повреждения Или уничтожения SCP-1222 Секречено Повреждения Секречено